Хуэдак, мои хорошие, хуэдак, мои любимые, я тут заскочила в два секунда и кое-что урвало, поэтому сегодня вы отправляетесь сюда вместе со мной, а после, конечно же, примерка. Ну что, погодка не март месяц, а март, 28 марта. Как вам такое? Ничто иное, как солнце, а я в махеровой такой шапке вязаной. В капоре, в капоре, извините, мои модники, за неточность с формулировки. Вот и кончилось солнце, прошло ровно три минуты. Коротко о погоде в Бельгии. Еще одна пыточная. Магазин, ради похода в который можно и нужно как будто стать алкоголиком. Там сначала выпить, а потом пойти себе в такое классное место, а кто духу сделать. Чем не план на субботу, ага. КОНЕЦ Ну что, давай проверить вот такой жакет в Second Thing Twice. Не совсем камера его передает правильно, он такой более желтоватенький. Сейчас промерю. Вау, и очень дорогая. А я уже испугалась, что вода без аллова, знаете ли, из этого Сэконом. Ну, нет. Сюрприз-сюрприз. Оказалось, что сегодня все в этом магазине по одному евро. Значит, мой пиццак стоил мне 1 евро, а не 8. Вот так называется, Think Twice, подумай дважды. И тут, оказывается, Happy Days. Вот так вот. Так что думайте по волосам, терпеть, отращивать или все-таки рубануть, а? Никак не могу решить сам. Сейчас с вами зайдем в еще один Second Hand. Он называется Melting Pot Kilo. И там уже на килограммы продают вещи. Как видим, килограмм стоит 15 евро. На Вина Kilo стоил 40, но там и подборка была классная. Посмотрим, здесь классная подборка или барахолка. Классная подборка, смотрите, головных уборов. Здесь вертолинги, а что классная, тоже стилизована очень. Субтитры сделал DimaTorzok Вот если бы так, великовато у меня ноги, прям по талии сильно великовато. Так принтки пони, пони, очень понравилось. Беременна. Жаль, потому что мне платье понравилось. Кровый принт классный был, он реально очень большой. Буду ли заниматься тем, чтобы его здесь ушивать? Никакого обманного нет, конечно. Ну что, ребята, на этот раз в секунде я купила всего одну вещь. Но наша же с вами цель не побольше барахла, да, скупить, а что-то классное. Вот этим классным оказался вот такой вот пиджак. Цвет этот называется Battery Yellow, то есть сливочный такой желтый. Мне он очень нравится. Мне кажется, он классно подходит к моему цвету кожи. Я еще, помню, засматривалась у Катимо, украинского бренда. У них были и платья, и топы вот такого вот сливочного желтого. Мне очень они нравились. И тут, пожалуйста, находочка еще и за 1 евро. Так как вещичка у нас одна, я же не могу вас оставить без примерки, без лучков. Поэтому с этим пиджаком я сделаю несколько луков. И наш первый лук. Это такой, знаете, Working Girl из 70-х, 80-х. Помните, такой был фильм с Мелани Гриффит. Мне очень нравится вот такая вот вариация с активной юбкой, тоже в стиле такой 60-х, немножечко а-силуэтом. Туфельки с таким квадратным мысом, тоже от украинского бренда Хвоя. И, значит, сумочка. Ну, как будто мы с вами на работу идем, да. И пусть у нас нет работы, и пусть в сумке у нас детская пижама до мандарины, чтобы ее чем-то наполнить. Но мы не унываем. Еще хотелось каких-то тоже винтажных активных аксессуаров, поэтому вот такие серьги я добавила. Мне кажется, классно они сюда подходят. Что скажете? У этих туфель небольшой такой каблучок. Это еще больше вытягивает силуэт, заставляет расправить спинку и покорять этот мир. Еще как вариант, если у вас уже, знаете, на работе ножки устали и просят прям плоского хода, то можно туфли поменять на вот такие вот черные балетки. Это того же бренда украинского Хвоя. Этот пиджак, помимо цвета своего такого летнего, да, он еще довольно тонкий, поэтому с ним луки будут сегодня не осенне-зигне, а скорее такие весенне-летние. К тому же у нас уже весна. Хоть и за окном вот такая вот гадость, которая говорит о том, что нет, вовсе еще не весна, но мы с вами не поддаемся панике. Плечи расправили, подвородок подняли, гордо отправляемся на работу. Следующий лук такой понятный для нас всех, с вами городской. Так как у пиджака есть этот винтажный вайп из-за цвета, из-за кроя, то классно сюда будет добавить винтажную футболку. Моя от украинского бренда Jewel, это коллаборация с Ukrainian Fox. У нее точно есть этот ретро вайп за счет вот этого горлышка, за счет надписи. И добавляем просто голубые джинсы. Я мерила и скини, и мерила, которые расклешаются от колена. Смотрится не классно из-за длины пиджака, потому что она полностью закрывает бедра, поэтому широкие джинсы тут самый прикольный вариант. Либо такие, которые будут расклешаться прямо от бедра. И добавляем опять же красные классические конверсы. У них тоже есть этот ретро вайп, плюс они немножечко уже поношенные. И я, чтобы как-то этот весь лук еще развеселить, добавила аксессуары. У меня это такая вязаная авоська, очки и наши, опять же, любимые клипсы с барахолки, которые я покупала у вас на глазах и примеряла вот в этом видео. Представляете, у этого пиджака даже осталась внутри запасная пуговица, даже две. Если вам нравится чисто спортивная эстетика, то можно убрать эти очки, клипсы, эту сумку, либо заменить ее на другую. Например, вот такую вот, и это уже более спортивный получится образ. Следующий лучок. Такой очень летний, поэтому здесь у меня топ-бондо такого электрик цвета. И мне нравится, что здесь много цветов, но они все классно миксуются. Наш Баттер Йеллоу. Яркий синий такой электрик. Здесь еще у нас и фуксий, и зеленый, и оранжевый. Также определенного такого уже теплого настроения добавляет эта сумка-авоська. И сандалии. Этот образ скорее, наверное, для отдыха, для курорта, хотя многие из вас могут позволить себе это надеть и в городе. Если для вас это немножко слишком голо, то вы можете добавить сюда футболку, любой топ, какую-то майку, алкоголичку. Выбирать вам. Так как у меня здесь уже много цветов, есть принт, есть фактура определенная, мне хотелось довольно нейтральных аксессуаров, поэтому здесь такие практически незаметные сандали в тон моей кожи и маленькие золотые сережки. Кстати, эта юбка тоже из Лежю Мель. Если вы не смотрели, как я там шопилась на Диком Сейле, то, пожалуйста, переходите, вам понравится. Там тоже есть примерка. Юбка такая струящаяся, летящая. Вы все такая весенне-летняя. Тоже летите навстречу приключениям. Если же вам хочется носить этот пиджак и эту юбку все-таки в городе, может быть, даже на работу, то мы можем заменить сандалии на наши туфельки с квадратным мысом. Снова-таки и на сумку. Если вы штучка деловая, вам нужно ходить на работу. Правда, не знаю, что в такую сумку можно положить, но на вот такую, например, сумочку. И наш синий топ-бандо мы заменили на обычную базовую белую футболку. Все, совсем уже по-другому заиграл этот лук. Теперь так можно и на работу, и в пир, и в мир. Этот лучок вам тоже может показаться довольно деловым, но он выглядит расслабленным за счет того, что здесь, во-первых, очень мягкие ткани, здесь мягкие штаны, мягкий такой пиджак, рубашка. Во-вторых, они все очень свободные, расслабленные, широкие брюки, широкая рубашка, поэтому он выглядит таким расслабленным, непринужденным, очень городским. Мне нравится, как сочетаются пастельные розовые кроссовки и этот пиджак, но мне кажется, можно попробовать еще какую-то другую обувь. У этой рубашки классные манжеты, мне их хотелось показать, и мне нравится, когда здесь есть кусок манжеты из-под пиджака, поэтому я немножечко подзакатала рукава, что могу себе позволить, знаете ли. И вот такие маленькие сережки, больше ничего мне не хотелось добавлять, мне хотелось, чтобы он оставался минималистичным. Несмотря на эти активные цвета, этот лук все равно довольно минималистичный, я считаю. Сейчас поговорим на молодежном. Венсы. Несмотря на то, что они очень контрастные, казалось бы, всему луку, мне все равно, вы знаете, нравится. Особенно вот в сочетании еще с очками черными, тоже немножечко они тогда друг друга дополняют прикольно. Я уже такая, знаете, скейтерша пенсионного возраста. Я тут еще сдуру ресницы накрасила, я не знаю, сколько я их не красила, но год точно, полтора, может быть, больше, и это просто мадам бутерфляй полная. А знаете что? Может быть, нам не прекращать играть с объемами, многослойностью? Давайте накинем еще тренч. С моей первой здесь барахолки Вина Кила. Это было классное видео, я знаю, что оно многим понравилось, поэтому посмотрите его обязательно. Ну, вот так, например. По-моему, класс. Напишите, пожалуйста, с какой парой обуви вам этот лук понравился больше, и как вам вариант еще с тренчем? Ребята, вот этот лук, если честно, не планировался, но пока я меняла предыдущий, который был с этими брюками и венсами, на эту рубашку, я поняла, что как же они вместе круто смотрятся. Эта рубашка из мужского отдела, мне очень нравится вот эта тоже ретро-стилистика, она похожа на вот эти вот рубашки из 50-х, либо на вот эти футболки, которые в боулинг играют. Сейчас много таких, я знаю, в разных масс-маркетах, и не только, мне нравится сильно. И опять же, вансы, это тоже такая олдскульная эстетика, и все вместе выглядят расслаблено, эти мягкие ткани между собой классно миксуются, как-то вытягивают силуэт, несмотря на то, что вы не видите мою талию, да, и у меня рубашка на выпуск. Особенно круто выглядит без пиджака, я вам сейчас покажу. Согласитесь, крутизна. Меня не пугает, что он такой мускулинный, мне кажется, выглядит это вообще супер, я точно буду так летать, можно сказать, когда станет потеплее. Так, ну а теперь перейдем к следующему луку, а то это мы немножко отвлеклись. Вот так должен был выглядеть этот лук с рубашкой. Джинсовые шорты такие, бермуды, опять же, наш пиджак. И что же вы думали, я оставлю вас без лука с мартинсами? Ой, наивные, конечно, ребятки. И мартинсы. Я еще добавила такие терракотовые носочки, которые мы с вами в Юникло покупали. Здесь есть пересечения некоторые по цвету. В общем, мне кажется, эта рубашка, этот пиджак, это просто match made in heaven. Немного дерзко, немного по-хулигански, но можем себе позволить. Джинсовой юбкой, кстати, тоже оказалось супер. Поэтому пиджак этот, конечно, прекрасная покупка. Еще и за 1 евро, напомню вам. И захотелось добавить сюда более какие-то уже массивные аксессуары, поэтому здесь вот такие вот сельки. Вот такие вот сельки. Ну что, ребята, я для вас очень старалась. Я очень жду ваши комментарии. Какой из луков вам понравился больше всего? Как вы вообще считаете, хорошая ли это покупка? Может быть, нет. Если вам не понравился ни один из луков или какой-то конкретный тоже, welcome, напишите об этом в комментариях. Я смогу сдержать удар. Я смогу не заплакать, обещаю. А если вы на меня еще почему-то не подписаны, то скорее исправляйте эту ошибку. Не глупите. Я для вас очень старалась. Надеюсь, я смогла вас отвлечь, развлечь. Может быть, показала вам что-то полезненькое. Когда я говорю, что я для вас очень старалась, я не шучу. Вот так вот выглядит сейчас моя комната после этих съемок. Так, вот так. Еще вот так, вот так. А еще вот так. Ну, красота, да? Поэтому тут грех не подписаться, не поставить лайк и не оставить комментарий. Спасибо за просмотр. Тодзинс! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok